А также в Мурманском областном краеведческом музее состоялась завершающая лекция в преддверии акции «Диктант Победы». О том, как это было, расскажет Андрей Бутрин. Мурманский областной краеведческий музей стал одним из пяти учреждений в России, на базе которых идет подготовка к предстоящему «Диктанту Победы» ежегодной международной исторической акции, которую запустили в 2019 году. Наши специалисты в течение марта-апреля читали лекции по истории Великой Отечественной в 1942-1943 годах. Как мы знаем, 1943 год – это год коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Одно из ключевых событий этого года – это знаменитая Сталинградская битва, эпохальное сражение. В принципе, вся эта акция «Диктант Победы» направлена на то, чтобы люди больше знали об истории Великой Отечественной войны, ну и свои знания могли в таком увлекательном ключе проверить. Вопросы на «Диктант Победы» придут в закрытых пакетах. Задания участники получат за 20 минут до начала диктанта. Взрослым и школьникам придется на равных показывать знания военной истории. Я им как мог постарался рассказать о событиях коренного перелома в Великой Отечественной войне. Это события Сталинградской битвы, это события Курской битвы, битвы за Днепр. Время подготовки к лекциям военный историк Денис Семенов опирался не только на советские, но и на немецкие источники. Он постарался уместить огромный объем информации в рамки занятия. Понимать, насколько тяжела судьба твоей страны, насколько стойкие люди твои предки, мне кажется, что это часть того, что ты сам будешь стойким и мужественным человеком. 27 апреля вся страна пишет диктант Победы. Старт в 12 дня. В нашем регионе будут организованы 193 площадки, где можно проверить свои знания военной истории. Со списком можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф. Также есть возможность зарегистрироваться для участия в тесте онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова